Краевой праздник, посвященный Международному Дню Защиты Детей, в этом году пройдет в Сочи. 1 июня там соберутся 5000 ребят из всех уголков Кубани. 9 канал и благотворительный фонд «Цветик-семицветик» продолжают серию репортажей о тех, кому нужна ваша помощь. Сегодня в специальной рубрике мы расскажем историю маленькой Насти Страх, которая получила тяжелые травмы в автомобильной аварии, но смогла начать новую жизнь. День за днем преодолевая трудности, маленькая Настя учится заново ходить, говорить и улыбаться. Страшная авария полтора года назад унесла жизнь отца, а ребенка с мамой в тяжелом состоянии доставили в больницу. У девочки была открытая черепно-мозговая травма. Несколько операций, месяц в коме и долгий период реабилитации в нейрохирургическом отделении детской краевой клинической больницы. Я когда зашла, сразу мне невеста говорит, вы держите, я говорю, я выдержу. Она не пошла, я говорю, я не выдержу. Я зашла, это было шо, это шок. Серенькое, обезвоженное существо лежало, вообще, у нее же глазик она же не видит. Оказавшись в сложной жизненной ситуации, мамы и бабушка девочки не сдались. Вера и молитва родных помогли Насте выжить. А после жизнь началась заново, и для малышки, и для ее семьи. Вместо шустрой, активной, общительной Насте у них на руках оказался совсем другой ребенок, говорят близкие. Когда ее выписали домой нам уже, она просто лежала, она ничего не могла, голову держать. Мы ее учили всему с самого начала, голову держать, глотать она не могла. Сейчас она кушает все протертое, такое она не может кусать. Вот. И потихонечку мы учились сидеть, стоять она тоже никак не могла. Позать научили ее тоже. В конце мая Насте исполнится пять лет. Долгое время девочка не могла говорить. У нее правосторонний порез, частичный паралич тела. Сейчас потихоньку произносит первые слова и уже учит азбуку. Для родных каждое слово, улыбка, движение – это большая победа над болезнью. Вот это какая буковка? Да. Какая? Да. Настя очень любит гулять, смотреть мультики и играть в машинки. Это ее любимые игрушки. Нравятся девочке и в Гулькевичском реабилитационном центре «Остров детства». Здесь она проходила долгий курс адаптации. Ее принесли сюда на руках, а сегодня она сама выполняет какие-то несложные упражнения. С девочкой постоянно занимаются речью, развивают опорно-двигательный аппарат и мелкую моторику. Благодаря совместным усилиям семьи, медиков, педагогов, состояние Насти улучшается. Прямо так, чтобы конкретно, что она будет такая, нет, никто не говорит. Но мы стараемся, мы надеемся, мы верим в то, что она будет такая все-таки. Потому что без надежды, мне кажется, любая мама не выживет просто. Лекарства стоят очень дорого, семья выкручивается как может. Девочке предстоит еще одна операция по восстановлению зрения. А в ближайшее время Настя с мамой отправятся в Москву на очередной курс реабилитации в российский центр детства. Заниматься с Настей там будут бесплатно. Правда, на поездку и жизнь в столице у семьи денег пока нет. Чтобы помочь Насте и другим детям оплатить лечение, нужно отправить сообщение с цифрами 777 на номер 3150. Также деньги можно перечислить на расчетный счет фонда «Цветик-семицветик. Вместе поможем детям». Реквизиты размещены на официальном сайте благотворительной программы.